День студента 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 Браво, мне очень понравилось. Мы с тобой это вместе сказали. Но, Ина, видишь, какой инструмент все-таки? Да. Наши чувашки. Не простой. Алексей Михайлович, расскажите нам, пожалуйста, как вы научились играть на таком инструменте? Расскажите, с чего начиналось ваше творчество? Детство? Да. Детство, наверное, не знаю. Началось все, конечно, в детстве. Да, я когда... Раньше вообще часто люди друг к другу в гости ходили. И собирались с большими семьями все праздники, дни рождения, Новый год, и, в общем, все возможные праздники и отмечали сообща. И мой отец, он любитель, самоочка, игры на баяне и на балалайке он играл. И он брал инструмент, баян, и когда гости приходили, пели песни. Я маленьким таким в три года где-то начал залезать его между баяном и им на колени и пытался там... Конечно, я его мешал. Но пытался что-то пиликать. И вот он решил, заметил, значит, что у меня идет какой-то интерес. Ну, конечно, ничего не получалось, что-то могло бы получаться. Никуда-то нажимает. Но человек тянется, значит, надо ему помочь, научиться. И он купил мне маленький аккордеон сначала. Такой совсем маленький детский игрушечный. И начал меня учить играть на этом аккордеоне. Мне-то, наверное, лет в 4-5, наверное, где-то вот так вот потихонечку. Он как учил? Нажимая вот сюда, стук, это длится, стук. Такая музыкальная грамота, да. Я начал заниматься. Мне казалось, что это все легко. То есть это вот, все вот это вот играть, оно все это легко. В общем, короче говоря, потом, когда я пошел в школу, в первый класс, у нас при школе был кружок. Вел кружок баяна и аккордеона Павлов Кирилл Павлович. Прямо в школе это было. И меня туда родители устроили, записали в то время. А школа помните, какая была? 33-я школа. 33-я школа. Вот, и год я занимался у него. Я просто был влюблен в этого преподавателя. Ну, я бы сейчас объясню, почему. Потому что он всегда ходил в костюме тройка. Знаете, да, что такое сейчас? Сейчас, наверное, не ходят уже так. Тройка, это когда жилетка, галстук, белая рубашка. И у него всегда были такие отглаженные... Сострелочки. Да, да, такие стрелки, что там можно было порезаться. Я так был просто поражен. Всегда я начал тогда вот сам самостоятельно гладить брюки себе там в школе эти. В общем говоря, он на меня произвел очень большое впечатление такое, вот что музыкант, этот человек все-таки как бы должен соответствовать красоте вообще всем во всем, да? Интеллигенции. Вот я год у него прозанимался. Уже с первого года начал выступать на школьных концертах там. Маленькие пески были, но тем не менее на школьных концертах. Я не боялся сцены вообще тогда никак. Вот это хорошо. И родителям там, наверное, тоже давали концерты такие, да? Концерты родителям. Занимался, наверное, не так много, конечно, как после. Но занимался, в общем-то, достаточно. А потом, спустя год, вот он мне сказал, что, парень, тебе надо музыкальную школу, да. А мне так неохота было, потому что я привык к нему. Зачем какую-то музыкальную школу, когда уходит? Ну, куда-то уходить, да. В общем-то так хорошо. Ну, вот в чем заключается искусство педагога. Все-таки если дети, они ведь многие многого не понимают, и надо все-таки направлять. И он меня убедил, да, и родители, и меня, значит, мы пошли в музыкальную школу. А, музыкальную школу. Но дело вот в чем было. В то время принимали музыкальную школу с 9 лет. А я закончил только один год первый класс. То есть годов не хватало. Лет мне не хватало, да. И было сложно поступить. Говорили, что это очень тяжело. И поэтому мы пошли поступать в три школы. Что уж наверняка. Да, да, может, сразу, куда-то, может быть, я и пройду, да. Значит, это первая школа музыкальная, вторая музыкальная школа и третья школа. В которой вообще работал вот этот мой преподаватель Павлов Кирилл Павлович. И я поступил во все три. Вы приглашали вас во все три потока и в уже? Я пришел, посмотрел документы. Меня приняли везде. Мне казалось, что меня не возьмут. Поскольку, во-первых, я был маленьким. Там же инструмент почему брали с 9 лет? Довольно тяжелый инструмент все-таки. И меня, в общем-то, из нормального баяна не видно было. Там макушка торчала. Вы, наверное, там считалочку потом убирали. Какая школа, да? Нет, не так было. В общем-то, потом мы... Я пришел опять же к этому Павлу Кириллу Павловичу. И я категорически никуда не хотел идти, кроме как к нему. В третью. Да, потом, значит, он все-таки сказал, нет, вы знаете, что сделать? Вы все-таки идите в первую, поскольку первая школа у нас всегда считалась. Ну, престижная такая. Да, и там давала как бы толчок другой немножко. И мы пошли в первую. Я все равно не хотел. Мама у меня подошла к преподавателю. Алексеев Валентин Александрович. Заслуженный работник культуры Чувашской республики. Она попросила его сыграть. И он сыграл. По-моему, с баррелью он так как-то запузырил. И все. Он мне купил сразу же, я там остался, в этой школе у него занимался. Вот, занимался я у него 6 лет. Поскольку, чтобы в училище поступать надо, ведь еще там было после 8 класса. 6 лет. И на 7-й год, опять же, вот пока за эти все 6 лет, меня везде на все концерты, везде совали, везде кто-то может. Я удивляюсь, я ничего не боялся. Я не веку сцены тогда. И раньше же как было? Почему сейчас немножко поменялась система? И как бы народ не столько знает про этот инструмент. Раньше ведь с музыкальных школ ходили по садикам, играли дети. Потом ходили в Зубном, я помню, играли мы для работников, для врачей. На День города там еще такие были. Нет, тогда не было такого. Тогда вот шоу у нее не делали, чтобы там какой-то маленький мальчик выходил, играл там на большом концерте Дня города. Там вообще, конечно, таких особо больших праздников не проводили. Все это в Советском Союзе было. Но там была другая система. И вот эта реклама, она делала следующий шаг, что вот люди, дети смотрели. Кстати, какие своими родителями, что я. И вот так вот был и набор, в общем-то, школы после этого. Вот я проучился, значит, 6 лет, и потом меня Материн Александрович передал Шельпу Виктору Ивановичу. Поскольку Виктор Иванович тогда в то время тоже работал в первой школе, он меня взял. И год я проучился у него. Вот этот год, по-моему, я, конечно... То есть как подготовительное, получается? Ну, там надо было мне 7 лет проучиться, потому что еще год у меня осталось доучиться. И либо бросить, ну, как бы, не то что бросить, я закончил. За 5 лет заканчивалась тогда школа. То есть обучение, курс обучения 5 лет. Но у меня не хватало по возрасту, год еще. И вот я... Да, еще я вот год я до училища занимался у Виктора Ивановича. Вот, потом... Вступали уже в училище, да? Скажу честно, что у меня по сальфеджио... Было очень, очень проблематично. То есть вытащили все-таки своим баяном? То есть уже пробили потолок в какой-то степени, да? Практически, да. Я там за счет того, что я вот все-таки играл, я поступал в училище, мне надо больше, конечно... Вот за счет того, что все-таки я играл, меня взяли... Конечно, я что-то написал, диктант, я не помню, или что-то там. Я, конечно, это сделал, но насколько это было гениально, конечно, это спорно. Вот, но, что можно сказать? Вот училище, училище, конечно, мне многое дало. Вот там вот Половина была, Людмила Васильевна, по сальфеджио. Их она натаскала, меня конкретно. Ну, вот на всех натаскивала тогда. Человек, даже если вообще ничего не слышал, он к концу уже... У меня вот во всяком случае все начали списывать диктанты. Хотя я вообще практически не понимал, когда поступал в сальфеджио. Вот, и благодаря Людмиле Васильевне, Виктору Ивановичу, я начал слышать, начал писать эти диктанты. Плюс к тому, что вот я занимался на баяне. Это, кстати, очень помогает. Обязательно многие думают, что сальфеджио там вот... Музыкальная грамота, гармония. Я сам так думал, в общем-то, раньше, если надо думать. Пока сами не поняли. Проблема в том, что я поступил в школу-то совсем же, в общем-то, юным. Там же с девяти, а я пошел с восьми. И там такие книжки были, толстые, музей-литературы. Это мне интересно было их читать, честно признаться. Потому что там мелкий такие шрифт, там родился бах тогда-то, умер он тогда-то, пошел там в этот... Я просто не мог запомнить этого. Уже история музыкальная, да? То есть, как-то да. А потом, когда вот ты сталкиваешься уже с произведением, и тебе надо узнать, что все-таки, что хотел композитор выразить, ты все равно придется тебе узнать, когда он родился, что он делал, и почему это именно, вот какие взгляды, почему именно вот это произведение. И какие новости добавил. То есть, это все образование в музыке, музыкальное образование, оно влияет на уровень исполнительства. Если ты не знаешь, о чем лечь, то в чем-то ты не сможешь это передать. Что было у вас интересного в училище еще? В училище? В училище вообще было... Когда оно вам вообще запомнилось? Ну, училище-то вообще, это школа, это база. База, где дается все, чтобы из человека потом получился музыкант. Потом уже, когда вот его передают в консерваторию, сейчас мы дойдем до консерватории, это отдельный разговор. В училище закладываются основные... Основные... Элементы. Элементы. Основные. Основной материал для... Да, базовые знания. Вот, с которыми потом ты идешь, в общем-то, всю жизнь. И именно закладывается в человека в училище. И вот большое спасибо всем преподавателям музыкального училища. Там ведь понятно, что Виктор Иванович, это понятно. Но ведь у нас еще все... Другие преподаватели. Все преподаватели имели отношение к воспитанию нашему. Все практически. У нас, например, Сергей Алексеевич был... Баранов Сергей Алексеевич. Да, да, да. Сергей Алексеевич Баранов вел у нас класс ансамбля. Мы втроем там играли. Это с третьего по четвертый курс. Тоже очень много у нас вел. Он был у нас классным руководителем. Я не знаю, сейчас есть такой вот, Виктор Иванович? Да, есть руководитель. У нас были тогда классные часы под информацией. Все как полагается. Все было. Вот. Значит, что было интересно? Было все интересно. Мы успевали учиться. И как-то капустники делали. Да. Ответку. Там МИС, наверное, 100%. Или этого еще не было? МИС. МИС там. Сейчас у нас проводится МИС-училище. МИС-училище. Уже такие вот. Да. Нет, у нас так не было. У нас были капустники. Ну, новогодние праздники. Потом еще ответка первокурса. Это же традиционно. А вы один были на курсе? Нет, конечно. У нас поступало 28 человек на курсы. Это только народники были. То есть вот струнники, дамбристы-балавишники и баянисты-кардионисты. У нас поступало 28 человек. Поступило все-таки? Поступило 28. Это очень красиво? Честно скажу, не помню, какой был конкурс. Конкурс был. Просто 28 поступило. Вот закончило 21. Да. То есть на первом курсе. А, то есть там подсеялись. Да, на первом курсе как раз 7 человек раз и их убрали. Наверное, ленивые. Да, и вот эти 21 человек, они как поняли, что можно тут и вылететь, что надо работать и заниматься. И вот они дошли до 4 курса. Да, у меня, конечно, есть... Я могу гордиться тем, что у меня знаменитые люди учились со мной на курсе. Кто Наталья Ивановна, например. Это все знают. Она замдекана ЧГУ. Она заслуженный работник культуры Чувашии. Она кандидат педагогических, по-моему, на ухо. Будет пускай педагогических. Еще кто? Виктор Киреев. Виктор Александрович. Он сейчас работает в школе, по-моему, в Верхнем Услоне, напротив Казани. А до этого... В Татарстане, да. А до этого он... Он лауреат конкурса международного в Клингентале. Второе место у него было. Это он в консерватории на... На первом курсе взял тогда. Он был завкафедрой до последнего времени, пока, вот, видимо, там закрылась эта кафедра музыкальных инструментов. Педуниверситет был там в Казани. Сейчас его присоединили к университету и, как бы, кафедры. То есть вот этот музыкальный факультет вообще, по-моему, там сейчас закрыли. Вот. Кто еще там? Грехнев у нас был тогда, играл. Но, к сожалению, сейчас музыкой не занимается. Ну, делами-то такими важными-то ничего. Ну, зато он директор тоже пошел далеко. Он директор из сети магазинов, там, пятерочка где-то у нас. Тоже большой человек, в общем-то. Не только музыканты уходят в такую музыкальную профессию. Могут и другие места. Вот. А, к примеру, занимали какие-нибудь места или куда-нибудь ездили? Вовремя учебы училища. Вовремя учебы училища. Да, Борисов. А кто тогда? Борисов. Борисов, да. Дорогий Ильич Борисов. Получилось как? У него учился немец на балалайке, заочный. Ну, как бы он, может, даже не заочно просто ходил на консультации. Не помню, сейчас не могу точно сказать, но у него учился немец. А работал этот немец на Иларе, по-моему, что ли. На каком-то заводе он что-то там помогал. С оборудованием что-то. И вот вечером ходил к нему. Он посмотрел на наш оркестр, посмотрел на это и решил повезти нас в Германию. И вот они как это... Как сразу просто. Ребята, мы едем в Германию. Ну, конечно, не так просто это все было. Но он был начальником. Репетировали, да. Мы, конечно, все лето занимались. У нас каникул не было. Просто сама организация в то время только занавес открылся железный. Это же было раньше железный занавес. И тут с документами больше было проблем, чем вот это. Потому что это паспорта, дети там же кому-то 18 лет есть, кому-то нет. То есть там же просто студенты поехали. Вот с этим больше было проблем. Но деньги, по-моему, там немцы, по-моему, заплатили за нашу поездку, в общем-то. Какие ощущения? Может, вы помните что-нибудь? Это было что-то невероятное. Что-то с чем-то? Мы сели, значит, в самолет с Чебоксар до... Самолет? Да. Самолет с Чебоксар до... Тогда Ленинград был. Сейчас Санкт-Петербург. И потом с Санкт-Петербурга до... Вот Сюриха. Сюриха – это наша Швейцария. Мы приехали в Швейцарию, сели в автобусы и нас повезли. Мы проехали там Боденское озеро, если кто-то знает там. Вы помните, там еще самолет упал. Вот это вот то самое озеро, там несколько стран вокруг этого озера. И мы поехали в Швейцарию, Австрию и заехали в Германию. Первое ощущение было, конечно, у меня просто, я был в шоке. Но мы приехали днем... Тогда первый раз летали на самолете? Да, да. Нет, на самолете нет, на самолете я летал. А, он такал. За границу. За границу первый раз мы поехали. Понимаете, что меня удивило тогда просто для меня, что было шоком. Ну, тут, представляете, все советское было такое, если вы как-то можете посмотреть там фильмы. И мы прилетаем, я имею в виду старые фильмы, там все будет понятно, как у нас было. И мы прилетаем туда днем, ладно. Я вообще, конечно, первое было впечатление такое, какой-то шок, что ходят полицейские с автоматами. То есть у нас не ходили как бы такие автоматы, натуральные автоматы, все там, я думаю, ничего себе. Ладно, сели, поехали. От дорог, значит, был шок. Ровная дорога в Швейцарии. Потом, значит, ну, было светло. Ну, дома там, ахаристектура, все, конечно, было удивительно для меня. Ну, для всех, в общем-то, было это так. Потом, пока мы проехали Австрию, там чуть похуже стали дороги. Когда к хорошему привыкаешь, ты начинаешь каждую шоколочку потом ощущать. Проехали Австрию. И к вечеру мы начали въезжать уже, потемнело в Германию. Мы через какие-то городки проезжали. И вот там, когда засветились все витрины магазинов. Алексей Михайлович, сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу, а потом мы продолжим с вами разговаривать о этой прекрасной поездке. Поездке в Германию. И вновь с вами музыкальное училище имени Федора Павлова. И сегодня у нас в гостях Алексей Михайлович Васильев, заслуженный артист Чуварской республики. Ну, да рассказывайте свою историю. Да. Вот вы все-таки прибыли в Германию. И вы как-то уже находились в оркестре в этом. Вот как выступили? Какие ощущения были на сцене? На сцене? Ну, на сцене, что мы были детьми, опять же. Ничего не понимали? Нет, ну мы все понимали. Сколько вам было? 19 лет мне было тогда. Мне. Но я уже практически на четвертом был курсе. То есть это было в августе, и в сентябре уже четвертый курс. Там еще были еще мало уже. Принимали очень хорошо. Хорошо. Просто топали ногами, хлопали. Вот я только никогда не видел, что топали ногами еще. Весь зал топал, хлопал. Браво, бис, все это было. Конечно, принимали очень круто. Тем более, когда они смотрят, что только что, я же говорю, открылись, они никогда не видели балалай, никогда не видели домры, там, вот эти инструменты. И когда замес открылся, они все это увидели. И дети играют. И вот тут, конечно, играли мы, где-то довольно классно. Кстати говоря, хочу сказать, что вот сейчас, с кем я учился, вот, Заломна, Светлана Петровна. Сейчас она, у нее сейчас вот идет концерт в педауниверситете. Она кандидат тоже в педагогическую науку, доцент там в педауниверситете. Вот она играла там-то в то время, будучи студенткой, она играла соло с этим оркестом, в общем, принимаю очень хорошо, поскольку у нас маловато времени, мы должны много рассказать. Да, нам очень интересно, чего вы найдете. Было хорошо, я был в шоке от того, как люди живут там. Я увидел, в общем-то, будущее своей страны, то есть какие-то технологии, которые потом появились у нас, пепси-колы, которые, в общем-то, мы им с детства мечтали. Ну и слава богу, что я так рано все узнал. Потом это стало уже неинтересно. Мы вернулись, значит, с этого поездки, и я стал готовиться на конкурс. Два конкурса проходила. Один проходил в Казани, который сейчас с Айдашевым конкурсом. Тогда он по-другому назывался, просто зональный конкурс. А второй конкурс был в Ульянске, это был всероссийский. То есть вообще, по идее, он был всесоюзный. Но на тот момент союз распался, поэтому он стал всероссийским. И, значит, мы с Виктором Ивановичем стали готовиться на этот конкурс. Туда готовился и Киреев Виктор, и Грехнев. И мы съездили в Казань втроем. Там, получается, я взял тогда третье место на конкурсе. Киреев первое место взял, второе место я взял из Казанского училища парень. И после этого конкурса я один поехал уже в Ульянск. Там уже всероссийский конкурс, я тоже взял третье место. Все три тура тоже. Ну, по идее, можно долго рассказывать, но у нас поскольку времени маловато. А консерватория? Скажите про эту стадию в вашей жизни. Наверное, было сложно поступать еще к консерваторию. Поскольку я уже, опять же, был в ряд двух конкурсов, и одного из них всероссийского, то, в принципе, в общем-то, судьба была... Казанская консерватория. Консерватория, тем более, что Шутиков Анатолий Иванович, он был на обоих конкурсах уже, и в том жюри, и в этом жюри. В общем-то, выступать было, ну, несложно, поскольку, вот я говорю уже, и на сольфет же уже меня поднатаскали так, что я уже все уже списывать могли. В общем-то, поступать было несложно относительно. Когда ты тебя знаешь, ты имеешь имя, как вот говорится, да? Сначала студенты работают на оценку, потом оценка работают. Да, надо сначала все-таки заработать ими, а потом оно же будет работать на те. Поступили. В консерваторию совсем другая история, нежели с училищем. Потому что в училище за тобой все ходят, как няньки с тобой за ручку водят, вот это делай, вот это ты должен делать, если ты не хочешь делать, тебя убеждают, тебя заставляют разными способами, но заставляют сделать то, что ты обязан за. В консерватории никто этим не занимается. Если ты не хочешь, ты можешь не делать. Ты просто вылетаешь, и все. И причем там, там не спрашивают. Там вот у нас были предпедагоги по философии, философии, эстетика, МОК, мировой отечественной культуры. И там ряд еще каких-то был, я сейчас не могу всех... Новых таких. И они все были с университета, им было все равно, как ты играешь. Хорошо ты играешь, на каких конкурсах ты был, им все равно, ты должен знать предметы, и все. Если ты не сдашь, то ты вылетаешь так же, как приходилось. Ну, всякое было, конечно, в общем-то, и пересдавал я, было такое дело, конечно. Из этого никак не хочется. Если сложно, то сразу лучше. Но не менял своих идей и задач. Я всегда занимался инструментом, старался, ездил на конкурсы так же. Вот в консерватории я, во-первых, на первом курсе мне... Ну, надо сказать, что я учился у профессора, сейчас уже, профессора, доктора исторических наук, Якулева Валерия Ивановича. Очень хороший человек, прекрасный, прекрасный педагог, талантливый. Чему я научился у него, можно сказать? Самое главное, не то, что даже вот какие-то музыкальные понятия, штрихи и так далее. А я научился самостоятельности. Вот это вот, когда я ездил на конкурсы, вот про Италию, мы разговаривали, да? Вот я ездил в Италию в это время. Причем самое важное, что было для меня, это я. Конечно, я там ничего не занял, потому что я ехал один. И, ну, вообще один, в общем-то, надо сказать. Просто и деньги находил сам в Казани. То есть я вообще чужой человек там. Нет, я не работал. Я находил спонсоров, в то время это можно было сделать. Я нашел людей, которые вот заинтересованы были как-то в искусстве, было как-то интересно это то время жить. Потом я документы все оформлял сам. Я паспорта, в общем, все, что это, переводил эти брошюрки, требования конкурсные, все сам все это делал. И вот так вот я научился это делать. Я очень благодарен, кстати говоря. Вот интересно сделал, конечно. Он сначала меня заманил, давай, говорит, сделаем. Найди буклет. Я нашел буклет. Будем переводить. Хорошо, Леша, давай, переводи. Я перевел. Хорошо, давай, будем писать. Сейчас деньги найдем. Перевел. Найди деньги, Леша. Поедем. Сейчас поедем. И в итоге, короче, я один наехал. Молодец. Тонкая педагогика. Плочировал. Вот. И, значит, на первом курсе, что мне еще дало, кроме Валерия Ивановича, мне вот два человека, которые, ну, кроме остальных педагогов, конечно, тоже. И два человека, которые у меня еще очень большой толчок в жизни исполнительской дали. Это Раджаб Юносович Шихудинов. На первом курсе он провел со мной открытый урок в консерватории. И Грин Виктор Федорович. Грин Виктор Федорович, это, наверное, многие зрители не знают, это народный артист России, композитор, баянист, великий дирижер оркестра России, в общем-то, в котором пела, ну, в общем-то, это ее и был оркестр, Зыкина. Вот это ее муж, к сожалению, сейчас нет его, но умер. Ну, вот я с ним на пятом курсе сыграл шесть концертов. Ого. Он приехал в Казань, да, и мы... Я вот с ним ездил по концертам, играл там, ну, в перерывах, когда он там отдыхал, я играл. Загляните. Нет, в Казани. А, в Казани, шесть концертов в Казани? Да, в Казани. И вот, и общение с этим человеком, ну, во-первых, как он играл и посмотрел, и общение вообще с этим человеком дало мне очень в жизни многое потом. Я посмотрел, как вообще он подходит к инструменту, какие у него есть секреты, то есть со стороны я просто даже посмотрел. И сообщение, вот когда мы поговорили с ним, как он вообще относится к жизни, к мироразрению его, для меня, конечно, это глубокое впечатление произвело. Вот это очень... Кстати говоря, это Валерий Иванович организовал для меня, мой педагог, вот эти вот концерты. Я бы мог бы, конечно, он бы мог бы и из меня с ним сыграть, а тут Валерий Иванович помог в этом плане. И, значит, концерты закончил. Потом что, да? Потом поехал в Германию. Опять все-таки я вернулся туда. Опять сыграли, да? Нет, я там играл уже, как бы так, деньги зарабатывал. Все-таки, вот мне это научили. То есть после консерватории вы поехали в Германию? Да, на время зарабатывать деньги. Меня жизнь научила делать документы, делать визы, делать все. Сделали? Да, и поехали. А чем там занимались? Мы играли там, где вот, ну, и на улице играли, в общем-то. Потом нас приглашали там на свадьбу и какие-то банкеты у кого-то, какой-то день рождения, там вот так вот, в общем-то. Ну, в общем-то, дикарем. Не знаю, это было такое в моей жизни. Потом поступил, вернулся после консерватории и хотел поступать в Казань. Ну, у меня друзья уговорили поехать в Челябинск, в аспирантуру. В общем, я поступил профессору, заслуженному работник культуры России, Малыгину Николаю Никитичу. Вот, и учился два года у него. Причем я учился и поступал сейчас ребятами, которые русская душа. Вот это, наверное, слышали там вот у нас. Я с ними программу играл и свою сольную программу, два года так вот, в общем-то. Я ихнюю программу сдавал и свою. И вот с этим ансамблем мы вот как раз стали лауреатами международного конкурса в Москве первое место. И гран-при мы в Италию взяли. Я учился заочно, ну, как бы не совсем заочно, на свободном посещении. И работал в Ульяновске. Вот они меня перевезли в Ульяновск. Я там в оркестре устроился. В музыкальную школу, в университет преподавать. И, ну, если честно, я работал, основной мой доход был сторожем музыкальной школы. Что-то как-то мало часов было в школе, я думаю. Но зато во всем есть плюсы. Зато я мог спокойно всю ночь, сидя в этой школе, заниматься сколько мне было. На душе угодно. Да, да, сколько было угодно. Сколько? Наверное, занимались много. Ну, почти всю ночь там занимаешься. Пока вот не... И, в общем, вот с этим ансамблем мы съездили на два конкурса, заняли места. Ну, и потом через год я вернулся в Чебоксары, устроился в музыкальную школу пятую. Потом меня перевели в 99-м году. Переводом попросили в педо-университет. Я работал в педо-университете с 99-го года. Вот с этого года практически я вот так вот ушел как бы на основную танцамлю песни и танцы. Вот так. Что я упустил? Упустил по... По поводу чего? Еще куда-нибудь ездили? Чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас мы... А, вот, подождите. Давайте все-таки по порядку. Значит, в педо-университет. В педо-университете я работал практически 18 лет, получается. В 19 лет. У меня там где-то больше 30 учеников, выпускников. Тоже есть и лауреаты, и дипломанты. И были наездники. Уже теперь я возил на конкурсы. Были раньше разные, конечно, студенты. Но в основном как-то все складывалось удачно. И... Так, вот что я хочу сказать. К сожалению, к сожалению, у нас сейчас вот как-то прикрывается все это дело. Да. В университете все как-то меньше и меньше народу, часов меньше. И будем надеяться, что все это вернется. Да, вернется. Вот и поэтому, в общем-то, мне в прошлом году я перешел на основную работу в отц. Песни и танцы. А вообще там я работал в 1986 году. Он в 2006 году работал и побывал во многих странах с этим ансамблем. Где он прям? У меня были... Первая поездка моя была в 2009 году в Сирии. Очень хорошая была поездка. Потом, значит, Япония. В Японию мы полетели через Корею. А языки, наверное, вы выучивали? Да? Или у вас был переводчик? Вообще, если язык, да, вот, то я, в принципе, в школе неплохо знал немецкий. Неплохо так я его знал. Либо разговаривали на немецком, а в Японии? Да, в школе. Нет. Нет. В Японии на английском. Просто на английском. На английском. Просто я сейчас расскажу, как с этими языками. Поступил в училище, там английский. Два года причем. А дальше там... Ну, так же, да, сейчас? И вот я, естественно, английский я не выучил, а немецкий подзабыл. Ну, когда мы поехали в Германию, пришлось, да, пришлось вспоминать. И потом уже, когда я уже ездил туда дикарем, то уже пришлось выучить опять вспомнить немецкий. Потом я был в Голландии долгие годы там, я ездил туда. Там пришлось опять английский. Ну, по ходу дела приходится... Вот то, что в жизни надо, оно приходится как бы учить. И, соответственно, во всех странах уже больше на английском. Ну, такой разговорный, конечно, я не говорю, что я там свободно владею и говорю, ну, дайте поесть, попить. И где магазин или что-то такое, я могу спросить и узнать. В общем-то, не пропаду. Вот. Потом, значит, на чем мы до этого остановились? Мы вы были в Голландии. В Японии вы были. В Японии, да. Вот мы общались на английском. Ну, в основном, конечно, мы ездили, когда с группой, то едет переводчик вообще, по идее. То есть у нас гиды общались с нашим переводчиком. А, то есть у нас прямо его заказывали как? Да. У нас обычно, да, с переводчиком есть. И если ты вышел куда-то в магазин, то уже там сам общаешься. А так, по идее, все там... В Японии, а дальше где побывали? Дальше были мы в Турции, Тайвань. Тайвань. Была просто незабываемая поездка в Тайвань, конечно. Почему? Вообще вот Азия, там другой менталитет. Вот это Япония, это Тайвань, Корея. Там люди другие немножко. Вот знаете, вот в Японии мы играли концерт в садике вообще. В садике посадили детей. Вот такой вот пол, поставили нам стулья. Обычный зал, допустим, спортивный зал в садике. Им ленточку, скотчем черным сделали. Линию, за которую заходить нельзя. Вот они сели, наши бы все бы отбегали. Да, уже накнули бы на мой инструмент, баян уже все общупали. Нет, те вот им написано, нарисовано, все, они там сидят. И значит, ладно, сыграли, все хорошо, потом фотографировались. И самое главное, самое интересное, что меня никогда не забудут. Просто потом подходит, они сделали такие подарки. Если вы помните, Хиросима на Гасаке были такие взрывы. И там журавлики были, помните? Девочка такая. Маленькие журавлики. У меня вот до сих пор мурашки вот сейчас, вот эти журавлики. Прямо до сих пор бегают. И подходит вот такой вот шпиндель, да, вот подходит. И вот несет от этого журавля мне. Я вот не мог, у меня прямо слезы на глаза. И там у них такие сумерчики, там монетки, там вот. И он мне дарит, и каждому они подарили, понимаете? Это что-то было просто... Так было приятно. Вообще вот просто, ну, это не объяснить. До сих пор, я говорю, у меня до сих пор мурашки от этого. Япония – это отдельная история. Там Гитса, которая у нас была, она плакала вообще, когда мы уезжали. Ладно, потом были мы, значит, Тайвань. То же самое практически. Там такой вот... Тоже теплый прием. Да, там просто невероятный просто. И открытие фестиваля, и закрытие, и отношение к нам ко всем. Везде возили нас, и организация была на высшем уровне. Да и, в общем-то, и Швейцария потом были. То же самое. То же там. Потом Швейцария. В Америке побывали. В Америке, да. Вот в Америке. До Америки мы дошли. Давайте до Америки дойдем. Значит, в Америке, как раз вот у нас, вы помните, там было какое-то такое накаленное отношение с Америкой. Да. И что-то мы вот как попали в этот момент туда. В 14-м году это было. Мы поехали туда. И мы удивились, конечно, что вот люди, ну, нормально, вообще, где в любых странах, где мы не были, люди вообще встречают нормальные люди везде. Никто против нас, никто не уйдал, никто нас не ловил, нигде никто ничего не ловил. Мы, значит, стоим, тут подходит парень. В советской, в советской военной форме пограничной. То есть не в российской, а в советской. Советская армия вот эта. Подходит, у него полностью форма. Я думал, ну, война началась. Что такое? Наши в Америке. Когда вот такая напряженная ситуация, я думаю, все, хаба, что-то не к добру. Подходим. И мы думаем, ну, мы по-русски, ну, что ты парень там. А он вообще ни слова по-русски. Оказывается, у него отец, иммигрант. Он служил в России в пограничных поисках. И он свою форму взял у него и пришел к нам. Но потом, правда, когда уже народ начал собираться, мы с ним сфотографировались. У меня фотографии были, к сожалению, мы не сможем показать. Сфотографировались. И когда начал уже народ собираться, он до сих пор бежал. А так вот, ну, там вот... Ну, хорошо, вообще все поездки запоминающиеся. Вот можно, кстати... Давайте, кстати, посмотрим видео с этой поездки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И здесь, что можно сказать, ансамбль в этом году исполняется 95 лет вообще. Он еще до сих пор существует. Ансамбль? Да. До сих пор Чувашский государственный академический ансамбль песен и танцев. А-а-а. То есть вот. Вот. Это ансамбль. Благодаря этому ансамблю я проездил практически полмира. То есть в этом году исполняется юбилей. 95 лет, да. И мы сейчас вот гастроли будут у нас в этом. Это, конечно, не полный состав был сейчас. Да, вот я заметила. Бригада, вы и знаете. Ну, поскольку много народу не повезешь с границей. Там определенное количество. Ну, обязательно живой оркестром нужен. Иначе там без живого оркестром не принимают. Поэтому пришлось и танцоров надо брать, и вокалистов, и хор. Поэтому вот так вот. В этом году мы еще собираемся ехать на гастроли в Тюмень. Там будет заодно, наверное, в Уфу. Еще вообще ездили вот в прошлом году зимой в конце декабря. А в ноябре в Татарстан. Куда? Год назад. Нет, у нас Тетюши, Буинск, Альметьевск. Буинск? Да, да, да. Вот в том районе. В Казани будет концерт. Вот в феврале тоже в Казани концерт. И год назад мы были в Башкирии тоже. Мы также проходили гастроли, но ансамбль везде принимает нора. Вот и, пожалуйста, ребята, занимайтесь там, старайтесь, учитесь. И у вас будет работа, и вы проедете полмира. И, в общем-то, и самое главное, что хотел еще рассказать. Если ты любишь свою работу, что я, в общем-то, и люблю делать, я это делаю, то она будет приносить и радость, и, в общем-то, и жизнь будет интересна. Вот, как-то так. Вроде, получается, вы два года с Малыгином, получается, были. Это в Челябинском институте, сейчас академия, институт культуры и искусства. Академия уже. То есть... Аспирантуры там. А там аспирантура. А как вы, получается, доцентом стали? Доцентом я стал, это звание доцента за определенные... Достижения. Достижения, да. Там нужно... Я вот сейчас не помню. Сейчас, по-моему, по-новому там пять учеников лауреатов всероссийских или международных конкурсов. Потом надо там... Или, либо они должны иметь какое-то почетное звание республиканское. И, прежде всего, ты должен, конечно, сам иметь звание лауреата. Или артиста, заслуженного артиста Российской Федерации. Вот сейчас вот так вот. И тогда ты подаешь документы в ректорат. Репторат отправляет в Москву. Там есть комиссия. И, в общем-то, да. Получает звание доцента. Понятно. Ну, вот так вот все легко и просто. Видишь? Спасибо вам большое, Алексей Михайлович, за то, что вы пришли к нам. За то, что у нас было сегодня очень весело в студии. Что рассказали нам... О любе, о ваших заслугах, о ваших подвигах. Можно даже так мифы, легенды писать. Показали мне, наконец-то, что такое вообще, как это Юпитер. А то целую неделю Лёва такой... Юпитер, это ма. Юпитер, Юпитер. А вот теперь я узнала, что это такое. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Да, спасибо. Ну что, будем заканчивать? Да. Так, ну, с вами были Инна Хлынова. И Лев Фогель. До новых встреч.